Всем привет! В предыдущем видео мы рассмотрели все ружья ТОС с горизонтальным расположением стволов. Сегодняшний обзор, как вы уже поняли, будет посвящен гладкоствольным ружьям Тульского оружейного завода с вертикальными стволами. В отличие от горизонталки ТОС, которая выпущена в 1902 году, первое охотничье ружье с вертикальными стволами выпущено Тульским оружейным заводом только в 1964 году под индексом ТОС-34. А уже с 1969 года это ружье выпускается серийно. Ружье характеризуется отъемными стволами, расположенными в вертикальной плоскости, имеет стандартные дульные сужения, нижний ствол-получок, верхничок. Эта модель сыграла большую роль в развитии советского охотничьего оружия. ТОС-34 является первым советским легким серийным бакфлинтом. В дальнейшем ТОС-34 послужила базой для создания целого семейства оружий, стендовых и комбинированных. На базе 34-й модели создано легкое промысловое ружье 20-го калибра с индексом ТОС-134. Спусковая скоба ружья и рычаг запирания выполнены из легкого сплава. В зоне прицельной планки имеется посадочное место для крепления оптического прицела. Ружье ТОС-34 выпускается в различных модификациях. ТОС-34 с экстрактором, ТОС-34Е с эжектором, ТОС-34Р с резиновым амортизатором, ТОС-34ЕР с эжектором и резиновым амортизатором. Выпускается ружье в 12-м, 16-м, 20-м, 28-м и 32-м калибрах. Каналы стволов хромированы. Ресурс стволов ружья не менее 12 тысяч выстрелов. Можно сказать, что это легендарное ружье наряду с ИШ-27 является самым массовым отечественным ружьем с вертикальными стволами. Данная модель получилась настолько успешной, что выпускается по сегодняшний день. В различных вариантах исполнения Тульским оружейным заводом выпущено уже более миллиона ружей ТОС-34. В начале 80-х годов на Тульском оружейном заводе активно велись работы по созданию новых моделей ружья с целью замены ТОС-34. В результате этих работ появилось ружье ТОС-84, которое было изготовлено в небольших количествах как опытный образец. Ружье ТОС-84 при создании задумывалось как модель с различными вариантами механизмов, с обычным экстрактором или с эжекторным механизмом и с автоматическим предохранителем. В отличие от ТОС-34 было изменено соединение стволов со ствольной коробкой, в результате чего высота коробки ружья была значительно снижена. Характерной особенностью ружья был увеличенный ресурс ударно-спускового механизма, благодаря редко встречающейся в охотничьих ружьях схеме его производства. Калибр ружья 12-й, дульные сужения стандартные. Несмотря на новизну конструкции, ружье ТОС-84 серийно не производилось. С 1985 года по сегодняшний день выпускается ружье ТОС-84-10. Ружье имеет хромированные стволы в 12-м калибре под стандартный патрон с гильзой длиной 70 мм. Спусковой механизм с одним спусковым крючком. Сужение стволу стандартное. Нижний получок, верхний чок. Также это ружье имеет модификацию с индексом 11. ТОС-84-11. Главное отличие ТОС-84-11 от 10-й модели – наличие двух спусковых крючков и отсутствие эжекторного механизма, тогда как ТОС-84-10 имеет эжекторный механизм и один спусковой крючок. С 1985 по 1978 год выпускалось спортивное ружье с вертикальным расположением стволу ТОС-57. Ружье создано на базе ТОС-34 в 12-м калибре. Имеет модификации для стрельбы на траншейном и круглом стендах. Модификация Е имеет эжекторный механизм, выбрасывающий отстрелянные гильзы. В 90-х годах разработано ружье с индексом ТОС-91. Выпуск этого ружья был призван заменить стоящие на производстве ружья ТОС-34. Также планировалось на базе ТОС-91 производить ружье различного назначения, в том числе комбинированного типа и для спортивной стрельбы. В ТОС-91 соединение стволов с коробкой и их запирание аналогично использованным ТОС-84. Ружье выпускалось в 12-м, 20-м, 28-м калибрах. Имеет модификации ТОС-91-12-1 и ТОС-91-21, которые отличались от стандартных моделей 91-12 и 91-20, наличием эжекторного механизма и одного спускового крючка вместо двух. Несмотря на положительные особенности конструкции, в ружье была выявлена недостаточная стабильность работы УСМ. С 2000 года по сегодняшний день выпускается односпусковое двуствольное ружье ТОС-120. Модель этого ружья создавалась для замены ТОС-91. Буква модификации М обозначает длину патронника 76 мм для стрельбы патронами Магнум. Буква Е – наличие эжекторного механизма. Сменные дульные насадки в ружье не предусмотрены. Дульные сужения стволов стандартные – чок и получок. Калибр 12, но существует модификация, выполненная в 20-м калибре. Особенностью этого ружья является наличие селекторного спускового механизма с одним спусковым крючком, позволяющий сделать два выстрела в минимальный промежуток времени. На сегодняшний день планируется выпуск модификаций ТОС-120 с двумя спусковыми крючками в связи с участившимися случаями сдвоенных выстрелов с односпусковым механизмом. Также в 2000-х годах Тульским оружейным заводом разработана последняя модель ружья с вертикальными стволами ТОС-200. Фактически, за основу взяты проверенные десятилетиями элементы ТОС-34. Калибр ружья – 12. В отличие от ТОС-34, вместо П-образной колодки была создана новая силовая схема, при сборке и разборке ружья повредить которую абсолютно невозможно. Также был увеличен запас прочности и появилась возможность изготовления ружья с патронником 76 мм. В перспективе на базе ТОС-200 планируется разработка вариантов спортинг, комбинированного ружья и штуцеров. Несмотря на положительные отзывы, серийное это ружье до сих пор не выпускается. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите мои другие видео про оружие и снаряжение. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok